Да, ты же Twitter guy, правильно? Не, ну рофляешься нормально. Ты главное аккуратно с овнами. С кем? С овнами. Ну слушай, я на этом имя сделал. Нет, я понимаю, но главное не заиграться. Нужно это, по касателю нужны. Я какие-то очевидные вещи, на них просто играю, грубо говоря, на очевидных вещах. Эмоции нужны? Я могу эмоционально рассказывать? Нет, ты рассказывай, как ты посчитаешь нужным. Как я считаю нужным? Да. Это может не пройти за сезон. Предварительные ласки мы прошли, давай. Приветствую, Дмитрий. Для начала расскажи, пожалуйста, во-первых, о себе. То есть для людей, которые новички, которые не смотрели, возможно, там первые два интернешнала или у которых была амнезия. Кто ты такой? Ну, в целом, просто коротко о себе. Ну, коротко так получилось, что когда-то, находясь в очень тяжелой ситуации в жизни, я просто начал много играть. Понимаю, что это единственное, что мне было интересно. Там, институт меня не привлекал, многие виды работы меня тоже интересовали, я просто начал много играть. Для того, чтобы, так сказать, выжить, для того, чтобы просто в жизни иметь что-то, там, не знаю, одежду или что-то еще, потому что я когда-то ходил в одних спортивках, там, два-три года, и это был такой местный мем, все с этого горали. Мне приходилось зарабатывать. Зарабатывать мне приходилось вплоть до того, чтобы у меня появился компьютер, потому что так-то у меня были какие-то маленькие средства, которые со дня рождения или там откуда-то еще появлялись, но их было очень мало. И вот так вот, шаг за шагом, там, начиная, там, с компьютерных клубов, заканчивая покупкой компьютера, и все дошло до того, что появился, там, Dota 2, появился Perter International, и я занял первое место на первом, и вице-чемпионом второго Инта. Потом так уже получилось, что я потихонечку начал проседать, плюс мне это стало уже неинтересно. Ну, в принципе, это закономерно. Возраст, тебя уже интересуют девушки, тебе уже хочется дать семью, и ты просто начал немножечко менять свой формат. Могу сказать сразу, что так делаю не только я, так делают многие игроки, так делали и чемпионы. И первого Инта, и второго, и третьего, и четвертого, и пятого, вот чтобы вы понимали. Не один я так сделал, я просто был один из первых. Вот. Но я обычно, когда говорю, что я, все идут по моим стопам, ну, это на самом деле общее выражение, я могу сказать, что все мы идем по стопам спортсменов, наши спортсмены, там, может быть, идут по стопам древних греков, там, и так далее. У людей с этого бомбит. Вот. Ну, и сейчас я после игровой деятельности перешел на роль комментатора, аналитика и стараюсь развивать себя как медийная личность. Ну, или как спикера. Позвал меня и срок, сразу скажу. Все, кто считает, что я попал через постель, все, кто так считают, ребят, вы ошибаетесь. Начинал я работать вообще просто как игрок, как приагент, и на третий Инт меня позвал и срок. На четвертом Инте я работал на vplay.tv slash Strom Studio, то есть оттуда опять же я ехал как свободный агент. И то же самое касается пятого Инта. Вот как раз на пятом Инте я и уже после этого момента меня начали перекупать в Ruhab. Вот такая история. Вот расскажи о своем текущем амплуа, то есть нравится ли оно тебе, приносит ли оно тебе удовольствие, или это больше такое средство заработать денег и развить свою медику какую-то? Ну, денег пока хватает. Брать, допустим, расходы на себя, то мне нужно очень мало. Я в детстве привык питаться хорошей едой, которую покупаешь на рынке, и потом появились деньги. Походил по разным ресторанам, поел, не знаю, дорогую пищу, и, честно говоря, разницы я особо не почувствовал. Что, допустим, я там дома мама готовила, там готовил я или там сейчас готовит моя жена, и что, например, готовят в крутых ресторанах. Разница небольшая. И, следовательно, деньги пока это не особый фактор, хотя на ребенка, конечно, надо, но пока хватает. И мне больше интересно развить себя как спикера, который будет учиться общаться с аудиторией, затрагивать опасные темы, которые никто не затрагивает, высказывать свое мнение, которое обычно никто не высказывает, и давать свою точку зрения, например. Хорошо, давай тогда поговорим немножко о твоем YouTube-канале, о стриме. Вот как ты видишь сейчас в данный момент, вот в ру-сегменте, каналы, которые популярны на YouTube, стримеров, которые сейчас популярны. Сначала давай начнем с YouTube. На кого ты смотришь как на пример, кого ты считаешь таким середнячком, который перебивается, и кто для тебя плохой, отрицательный пример, по которому ты, допустим, идти не хочешь абсолютно? Так, ну все каналы с матом вырезаем сразу. Как бы это было не смешно, но некоторые люди испытывают огромные трудности, чтобы нашли рекламу, прям нереальные. То есть у них там вроде есть 2 миллиона, может быть даже и 3, а по итогу спонсоры к ним не идут, потому что контент отрицательный, и если не ошибаюсь, даже в последнее время YouTube начал отключать монетизацию у тех, кто старается преподносить агрессивный контент, тем самым стараясь вот как бы убивать данное производство и мотивировать на хороший. Хорошие примеры для меня, ну, Вилсаком, допустим, классный чувак, который много хороших вещей обозревает. У Соболева бывают очень интересные выпуски, где я, допустим, узнаю что-то новое, о том, что происходит вообще вокруг. После этого мне очень нравится Топлис, один из самых крутых каналов, и в целом как бы больше интересуют познавательные каналы. У каждого блогера есть хорошие выпуски, у каждого блогера есть что-то прикольное. Если так подумать, то у многих блогеров, например, есть по 2-3 миллиона подписчиков, но просмотры по 500-300 тысяч. Почему? Потому что многие блогеры, они выпускают контент, где один контент интересует, например, часть аудитории, второй контент интересует еще часть аудитории, и в конечном итоге, ну, как бы каждый берет у блогера то, что ему нужно. Универсальных блогеров, по-моему, нет. Вот сейчас, я думаю, есть несколько таких вот примеров ярких стримеров, которые имеют большую аудиторию, но при этом у них есть шлейф, который за ними тянется. То есть люди, которые считают их плохими людьми даже иногда. То есть не то, что стримерами или игроками. Как ты считаешь, что выделяет тебя на фоне остальных, и почему люди должны смотреть твои стримы? Ну, в моем случае, пока меня особо ничего не выделяет от остальных, потому что мои актерские данные находятся на низком уровне, и мне нужно улучшать их. При этом, если брать, например, скилловую составляющую, то в любом случае я, скорее всего, буду где-то ниже, допустим, уровнем того же No1, у которого 9К, и того же Ramzes. Вот это однозначно. И в этом случае я сейчас думаю, в каком амплуа развиваться, поскольку меня сейчас уже больше интересуют не игровые стримы, а меня больше интересуют, допустим, обзоры там чего-либо. Ну, как бы, допустим, я недавно сделал обзор по команде Navi. Я просто записал свое мнение, и неожиданно, как бы, это мнение людям понравилось, там люди зашли, поставили лайк, и сказали, давай еще. Хорошо, давай тогда поговорим о теме Navi, и вообще о теме вот такого хайпа, в принципе. То есть сейчас, в последнее время, мы часто видим... Маленький вопрос. Хайп — это что? Просто... Хайп — это когда поднимается тема, какая-то... Так, то, что интересно людям. То, что интересно людям, вокруг которого возникает общий интерес, который вечно подогревается какое-то определенное количество времени, и который пользуется спросом, естественно, аудитории. Вот. Это такой момент. У нас в СНГ люди почему-то отрицательно относятся к хайпу. То есть почему-то какая-то аудитория считает, что они могут высказывать свою точку зрения, допустим, какую-то хайповую тему. Ну, допустим, то, что сейчас актуально. А другим людям нельзя. И я, например, считаю, что абсолютно свободно каждый человек может высказывать свою точку зрения. Если одного человека, допустим, там смотрят 3 миллиона людей, а другого человека смотрят, например, там, не знаю, там, 50 человек, или вообще его слушает только там, ну, пара его друзей, то, ну, сорян, это ваша заслуга. Вы говорите так, что вы, допустим, интересны только вот этим двум друзьям. А кто-то умеет говорить так, что он интересен там 2-3 миллионам. Хорошо, давай зайдем с такой стороны. Ты собираешься в своей карьере как медийная личность выезжать на хайпе? Или все-таки ты придерживаешься такой идеологии, что говорить то, что связано как раз с тобой, с тем, в чем у тебя есть опыт, знания, и о чем людям будет интересно тебя слушать? Ну, я думаю, что люди в своей жизни общаются не только о том, что они знают, а люди, в принципе, общаются обо всем. Это законом не запрещено. И, скорее всего, имеет смысл общаться о том, что конкретно интересно мне. Например, если взять мой канал, там видно, что там очень мало видео, потому что я очень ленюсь их записывать. Да и в целом, когда меня спрашивают, например, там, что ты думаешь о законе Яровой, что ты думаешь об этом, об этом, об этом, и очень много людей хотят слышать свое мнение, я зачастую даже порой не знаю, о чем будет речь, потому что некоторые вещи, ну, мне просто неинтересны. Тебе интересны вопросы, которые, в принципе, касаются тебя вот непосредственно. Или на которые я могу повлиять. Вот так. Да. Ну, например, вот я записал мнение про Na'Vi, ну, я сказал, что Beaver PaiCut в этой команде вообще, ну, как бы, не к месту. Они сильные игроки, им нужно уходить. Что прошло? Что произошло? Через 3-4 дня они ушли. Единственный минус, что я это записал поздно, потому что до этого мне вообще было пофиг, что там произошло. Я считал, что, ну, они как бы взрослые дяди, сами разберутся. Но, как оказалось, там, из группы не вышли, на квалификациях, ну, окей. Бывает. С кем не бывает. Хорошо. К вопросу о Na'Vi. Что ты думаешь о том, что сейчас они привлекли хвоста как тренера? О как раз роли тренера, потому что до этого у них был Габлак. Дважды он там был. Дважды он там был. О, которого ты высказывался в Твиттере, и у вас была дискуссия. И она продолжится когда-нибудь. Которую мы ждем до продолжения. Сейчас вот они пытаются вернуть хвоста на роль тренера. И, соответственно, как ты считаешь, каким результатом это может привести? Положительный ли это или отрицательный момент? Ну, говорить хвост умеет. Шутить он тоже умеет. В любом случае он сможет разрядить обстановку. Общий язык он, в принципе, находит почти со всеми, если захочет. Тоже хорошо. И вопрос лишь в одном. Есть ли у него мотивация? На мой взгляд, вообще, если ты хочешь быть тренером, тебе нужно быть мотивированным. LFY вышли с первого места в группе. И начинается следующая катка. Последняя. Что они делают? Поджиг и поехали. Сидят, проигрывают, проигрывают. Думают, что-то мы проигрываем. Ну, давайте побыстрее проиграем. Нажимаем смок, выходим, умираем, пишем ГГ. Враг даже не дошел на базу. Просто взяли и вышли. Ну, неожиданно. Ну, бывает. Ну, что поделать. И не только это касается там. Или IG. Бабока на Манки Кинге. Просто захотел собрать Сашу Яшу, Battle Fury и пофаниться. Ну, потому что игра ничего не решала. Я думаю, в случае с Хвостом, вот если его вот эта вот позиция тренерства особо ничего в его жизни не решает, то может быть он просто будет не сверхмотивирован идти до конца. Я считаю, что нужно брать только тех, кто хочет. А хочет ли Хост, мы посмотрим. Через 3-4 месяца. В СНГ такая традиция уже завелась. То, что пытаются каких-то тренеров привлечь. Обычно это проигроки бывшие, как правило, у нас. У кого-то это дает свои плоды, у кого-то нет. Твое мнение по поводу тренерства как раз вот в СНГ регионе для СНГ команд. Организации тренеров не ценят. Историй у меня о тренерах очень много. Ну, это очень хороший пример о том, что они как бы заходят в команду, но они просто что-то советуют, там, что-то рассказывают. Решающее мнение все равно примут игроки. В реальном спорте как? Тренер недоволен игрой игрока, взял, посадил ему на скамейку запасных, взял другого. Вообще игрок там ведет себя неадекватно, просто берешь, выкидываешь его с команды, счастливый дружок. Я считаю, что у нас тренер это что-то по совместительству как медийная личность, которая просто что-то рассказывает о команде. Все. И поэтому пока что я считаю, что в СНГ это не приживется. Хорошо, а на вот как тебе пример Жотма, который, в принципе, отказывается вообще какие-либо комментарии давать. То есть он не выступает как медийная личность. Да. Но в то же время он очень много проводит времени с командой, вот они играют, но... Ну то же самое можно сказать и про Габлака. Он тоже был в Na'Vi, он тоже молчал, вообще никто не знал о том, что он был тренером. То же самое можно сказать и про меня на пятом Инте. Когда я был в ЗВП, вообще никто даже и не знал, что я был их тренером, в отличие от Жотма. И я могу сказать, что мы вошли частично по той причине, что мы просто хорошо общались либо с менеджментом, либо с игроками. И за счет хороших отношений мы просто начали совместные действия. Хорошо, расскажи тогда, вот ты говоришь, что ты был тренером, ты перепробовал практически все амплуа, которые могут быть в ДОТе, то есть игрок, который брал АЕГИС, ты был и комментатором, до сих пор являешься им, и был тренером. Скажи, что больше из этого тебе приносит удовольствие для саморазвития? Что какая вот из этих амплуа для тебя лучше? У тренера слишком маленький вот спектр, и все может закончиться на том, что ребята просто не хотят. Вот у тебя есть игрок, у него есть контракт, а он не хочет играть, все. И ты можешь пинать его, ты можешь мотивировать его, ты говоришь, мы тебе зарплату поднимем там, не знаю, мы тебе бонусы дадим. А ему пофигу, он выиграл больше миллиона. Все, ему уже неинтересно. И я считаю, что в этом случае комментировать намного лучше. Потому что, во-первых, ты больше говоришь, ты развиваешься как спикера. Во-вторых, у тебя шире охват, это не пять человек, это не десять человек, а намного больше, и ты, соответственно, имеешь больше фидбэка и больше отзывов, больше аудитория у тебя. Ну и в-третьих, ты когда-то работаешь как комментатор, как аналитик или как кто-то еще, ты развиваешься в разные стороны. Потому что тебе как бы нужно быть, наверное, в курсе вообще всего, что происходит, если ты хочешь хоть как-то удержаться. Сейчас появилась новая волна игроков, которые раньше, допустим, не играли ни в доту первую, ни еще во что-то. Они сейчас врываются, там, зарабатывают себе 9 тысяч, 10 тысяч ММР, входят в состав, играют в нем 3 месяца, выходят из него, прыгают в другой, вот так вот прыгают по составам, не добиваются иногда ничего. Что нужно для развития таких молодых игроков, чтобы ты мог им посоветовать? Ну, я посоветовал научиться общаться с своими сверстниками, со своими тиммейтами. Как показывает практика, у нас слишком многие коллективы распадаются на ровном месте, потому что там очень талантливые игроки. То есть, допустим, та же Вега в свое время убрала Пашу, вообще я не знаю, до что его убрали, просто потому, что он им чем-то не понравился. Прошло время, Паша ушел, поиграл в Fantastic Five, потом его заметили, взяли обратно в Virtus.pro, и в результате Паша хорош. И у нас очень много примеров, где, казалось бы, талантливые люди, которые играли вместе, выступая очень хорошо, они могли показывать отличные результаты. Но вместо того, чтобы их показывать и дальше развиваться, совершенствоваться, они просто устраивали глобальную машину, постоянный хейт, постоянное гонево в разные стороны. И в качественном итоге у нас команды, как бы, не приходили ни к чему хорошему. Вернемся к International самому. Может ли СНГ-регион все еще бороться за топ, за первые места, за Aegis? И что ему для этого нужно, если чего-то сейчас не хватает? Ну, сейчас нужно разобраться с пиками. Как говорили сами Virtus.pro, как говорил их аналитик Ян, у них сейчас полная чахарда с пиками, они уже два раза полностью пересматривали весь свой пул, два раза полностью пересматривали мету и стараются сейчас понять, что реально рулит. Как показывают пики героев, на турнире, по-моему, осталось только пять героев, которые не взяли. И команды просто не понимают, что брать там. First pick Leech, first pick Nix Assassin, first pick Shaker, first pick что-то еще. Там у Liquid'ов он first pick котел, которого вообще мало кто берет, они просто фп-шут котла, банят на сталкеры и разносят всех этих котлов. В итоге все команды тупо усвоили, что котел это пермабанк, скорее всего, до конца турнира против Liquid. И им нужно просто разобраться с пиком, вот именно Virtus.pro. Потому что сейчас у них там небольшой хаос. Тоже интервью Лил, он говорит, что если мы не напикаем всякой фигни, то, скорее всего, на скиле мы победим. Но на этом турнире это сложно. Что мешает вот СНГ командам, менталитету, может быть, пробиться и стать вот единым целым, единой командой? Ну, я бы сказал, что мотивация. Очень многие игроки, которые входят в Тир-1, они уже, в принципе, нормально зарабатывают, хорошо питаются и многого им не надо. У нас очень многие задроты, которые были на профессиональной сцене, особо-то и не увеличили свои расходы. Ну, то есть тебе нужен компьютер, чтобы быть довольным, тебе нужна еда, интернет. И в этом случае, как бы, многие игроки, они не очень хотят выходить из своей зоны комфорта. То есть, например, Адмирал Бульдог на третьем интеграл по пять часов один на один, по пять часов. И, если я не ошибаюсь, он за турнир не проиграл ни одного противостояния. То есть всегда стоял хорошо, очень хорошо. Сейчас я, честно говоря, не знаю ни одного игрока, который бы, как Адмирал Бульдог, играл сначала по пять часов один на один и после этого еще играть вот большое количество кланваров. То есть в данном случае просто труд. И многие, ну, как бы, многим трудно сидеть и играть вот нон-стоп. Кто-то хочет трянуться восемь часов, кто-то хочет трянуться пять часов, кто-то хочет играть шесть КВ, кто-то вообще не хочет играть КВ в этот день. И по этой причине очень многие команды наших ребят превосходят. Трудолюбие. Вот. Трудолюбие нам нужно поднять. Тот же Флай, когда выиграл мажор в Маниле, он сказал, что просто трудитесь, 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 и все у вас получится, когда он выиграл финальную игру. Вот. Я к его словам присоединяюсь. Хорошо, давай еще вернемся к такому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...